Я хочу рассказать людям, у кого там сломанное что-то, переломанное, ну, сломанные кости от артроза, от артрита. Средство такое, какое мы применяли тоже. Значит, возьмешь три десятка яиц домашних, вымыть их, вытереть, чтобы сухие были, и сложить в чистую трехлитровую банку. Входит как раз тридцать штук яиц. Берешь два килограмма лимонов, значит, почистишь их, кожуру снимешь, косточки уберешь, можно на соковыжимать, выжимаешь сок с этих лимонов, чтобы на два пальца превысило вот этот... Плечики. Плечики, да, выше плечиков, выше яиц были. И поставишь в холодное место, там, в холодильник, в подвал, в сарай, поставишь на 21 день. Через 21 день нужно, значит, в 6-8 слоев марлю и обязательно в кастрюльку эмалированную металлическими предметами не пользоваться. Только можно, когда вот складываешь в эту марлю, в слой марли, нужно там иголочкой или там палочкой зубочисткой деревянной проткнуть кожицу, чтобы не лопались эти яйца, чтобы не разбрызгивалась эта жидкость. И вот это выжать этот сок, лимон с яйцом, значит, выжали сок, отжали очень хорошо, вот эту слизь все выбросили. Кожура, значит, там яиц, вот это соком, значит, все переработалось. Залили, значит, в другую банку, в чистую, и добавили обязательно, желательно, хороший коньяк, там, ну, 250 грамм коньяка вот этого хорошего бутылочка купить, вылить, чтобы закрепился этот. Ну, не прокисал ничего, хоть он и не прокиснет, но закрепить обязательно нужно. И сразу же можно постоить там день, и можно его пить. Пить по столовой ложке, три раза в день в обязательном порядке. Перед едой или после еды, да? Перед едой. Ну, не во время. Не во время еды. Перед едой минут за 20, а если после еды, то минут через 40, через час, вот так, в обязательном порядке. И вот пропить нужно хотя бы это, и потом еще можно. Это каждому человеку в старом возрасте уже можно, в преклонном возрасте. С травмами, да? Особенно с травмами. У кого вот сломана бедренная кость, обязательно нужно это, ребра там сломаны, быстро как-то подлечишься. Питать кальцием свой организм. Да, да, кальция не хватает в организме, у нас косточки начинают, колени болеть, там, или что, или особенно при переломах. Быстрее заживает все. Вот это очень такой оригинальный рецепт, которым мы попользовались. И пить можно, его постоянно можно делать это и пить. Особенно в преклонном возрасте. С небольшими перерывами. Да, да. Обязательно потом месяц перерыв и снова начинать пить. Или вот у кого сломаны кости, нужно обязательно там, ну, 10 дней пройдет и снова начинать принимать вот это. Это самые оригинальные. Можно брать перепелиные яйца. Они имеют свойство, ну, не тухнуть эти яйца. Они будут... Еще более полезные. Да, более полезные. Но там нужно где-то 250 штук яиц брать. Это уже тоже делали. Конечно, они очень... А куриных сколько? А куриных нужно 30 штук яиц. Там как раз вот входит до плечиков эти яички. Вымыть, вытереть, сухонькие положить обязательно и залить. Ну вот. Вот таким рецептом хорошим мы хотели поделиться с вами, с моей бабушкой. Мы делали такой рецепт, чтобы все мои кости заживали. Я очень долгое время пила такие вот яички. Покажи, бабушка, как выглядит примерно это. Вон бутылочка. Вот у нас бутылочка еще вот осталась. Вот желтенькая. Вот такая вот... Ну, никакого неприятного вкуса там нет. Нормально, терпимо. Ложку можно. Там получается как раз 2,5 литра после вот этих. Так что... Так что будьте, пожалуйста, здоровы. Всем пока.